На приеме граждан, которые провела глава Самары Елена Лапушкина, жительница дома номер 5 по улице Спортивная рассказала, что двор ее дома облюбовали люди без определенного места жительства. Днем они проводят время неподалеку от железнодорожного вокзала, а по ночам заходят в подъезды, чтобы переночевать. Причем некоторые из них имеют жилье и прописку, но предпочитают проводить время на улице. Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к присутствовавшему на приеме прокурору города Артему Ярыгину и исполняющему обязанности начальника ОМВД по городу Самаре Николаю Хлусову с просьбой усилить патрулирование квартала и направить лиц без определенного места жительства в социальные учреждения. Мы проведем мероприятия, которые я начальника приглашу и с участковой ситуации ему поясню, поставлю задачи соответствующие. Мы сегодня уже вывозим адрес под объезд, проведем, посмотрим. А там уже неделю патрулируем, посмотрим, что там за люди будут и какие к ним можно конкретные меры принять. Житель дома 59 по улице Антона Вовсеенко рассказал, что в 2018 году площадку, расположенную в его дворе, отремонтировали по программе «Комфортная городская среда». Но радость длилась недолго. Во дворе собираются шумные компании. Рядом расположены два университета. Жители решили, что это их студенты распивают алкоголь и нарушают тишину во дворе. И просят усилить патрулирование района. Надо, конечно, сначала установить, что это факты о том, что эти лица реального мира отношения к учебным заведениям спререкались уже. Когда сегодня поднять-то можно, наверное, радикально. Да, конечно. У нас четыре материала по этому факту зарегистрированы. Сейчас не могу сказать, именно кто там совершил правонарушение. Но, конечно, по каждому факту надо проводить проверку. Если подтвердить, что это студенты, то мы можем информировать учебное заведение о том, чтобы с ними провели воспитательную работу. Жительница дома номер 6 по улице Скляренко недовольна работой управляющей компании. Шиферная крыша дома 1975 года постройки постоянно протекает. Периодически сотрудники управляющей компании ее чинят. Но кардинальная ситуация не меняется. Латанием крыши вы не отделаете. Я понимаю, что такое шифер. Я понимаю, что если будет зима, вам ее еще раз пробьют и так далее. Конечно, единственная возможность – это сделать капитальный ремонт крови, возможно, со сменой материала. Для того, чтобы перенести ремонт крови на более ранний срок, должно пройти общее собрание жителей, на котором будет принято решение обратиться в фонд, в администрацию, в нашу комиссию с рассмотрением вопроса о переносе на более ранний срок и определение непосредственного вида капремонта. Глава Самары посоветовала жителям зарегистрироваться в системе ГИС ЖКХ, где можно заочно провести собрание собственников жилья. А также проконтролировать, чтобы сбор средств по дому фонд капремонта был не менее 97%. Эти два условия позволят сдвинуть срок ремонта крыши на более ранний. А пока поручила главе Октябрьского района проследить за работой управляющей компании, обслуживающей шестой дом по улице Скляренко. Виктория Шара и Константин Головин. События.